Всем привет! Сегодня будем готовить блюдо для наших детишек, ленивые вареники. Хотя их могут есть и взрослые, и те, кто худеет. В общем-то, блюдо достаточно диетическое, поскольку мы будем использовать обезжиренный творог. Опять же, на ваше усмотрение, можете брать творог любой жирности, такой, какой считаете нужным. Я беру нулевку. Беру вот такой вот сегодня у меня мягкий творог, нулевочка от Валю, 250 грамм. Потребуется нам яичко, сахар по вкусу и будем использовать манную крупу. Творог я выкладываю в тарелочку, сюда же добавляю яичко и перемешиваю. Дальше я добавляю сюда сахар. Думаю, что где-то 2, может быть, 2,5 столовых ложки будет достаточно, потому что мой ребенок, например, очень любит есть их, посыпая сахаром. Поэтому, чтобы не переборщить, в само творожное тесто лишнего сахара добавлять мы не будем. Вот. И теперь сюда мы добавляем смазанную крупу. Где-то 3 столовых ложечки на такой объем. И перемешиваем. Перемешиваем до однородной консистенции и оставляем нашу массу минут на 5-10, для того, чтобы манная крупа могла набухнуть. Сейчас вот это наше тесто станет гораздо более густым. Прошло 10 минут. Масса наша стала более густая, как вы видите. Но так как я использовала мягкий творог, который в коробочках, по сравнению с обычным, конечно, немножечко не то получается, жидковато. Поэтому, для того, чтобы, это только вот именно с жидким, я добавляю еще ложку обычной пшеничной муки. И перемешиваю. Вот теперь будет достигнута нужная консистенция. А если вы используете творог, который в пачке, или там развесной, но обычный такой творог, то есть такой проблемы не будет. И достаточно будет одной манки. Вот. И теперь, вот это все дело, значит, я насыпаю немножечко муки на доску. И буду формировать из этой массы шарики. Вот такого где-то размера шарики, которые мы будем отваривать в подсоленной воде. Как только они всплывут, прям вот буквально несколько минут, минуту-две, всплывают, все, они готовы. Отвариваем наши ленивые вареньки в слегка подсоленной воде. Я засыпала их в кипящей, просто сейчас немножечко она подостыла, за счет того, что они холодненькие. И как только они всплывут, буквально через минутки-две, я просто-напросто их вылавливаю, посыпаю песочком. Для Антохи еще немножечко сливочным маслом смазываю. Для себя масла никогда не добавляю. Просто слегка песком посыпаю сахарным. Вот, и такие творожные шарики ем порой на завтрак. Из оставшегося творожного теста, творожной массы, я обычно катаю вот такую колбаску. И убираю, на тарелочку укладываю, и убираю в целлофановый пакетик и в холодильник. Вот, и может так храниться какое-то короткое время. Ну, скажем, ночь или целый день она может храниться в холодильнике. Вот, просто потом вот так вот ножичком нарезаю. И также в подсоленной воде отвариваю. Наши ленивые вареники всплыли, а это значит, что они уже готовы. Их можно вылавливать на тарелочку и есть. Я выловила из воды наши ленивые вареники. Они немножечко увеличились в объеме. Если вы видите, они стали чуть больше. За счет манки такой эффект достигается. А это говорит о том, что они очень воздушные и очень вкусные. Просто если не использовать манку, использовать обычную муку, они будут более такие плотные. За счет манки они становятся более воздушные. Всем приятного аппетита! До новых встреч! Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова